Добрый день, дорогие слушатели, добрый день, дорогие зрители. С вами опять Анна Литовкина из Федорфешта. И сегодня я продолжаю сирию с Мариной Санкт-Петербургой. Добрый день, рада вас приветствовать. Марина, для тех, кто, может быть, еще не знает, кто ты, и скажу, что ты преподаватель университета практической психологии. Друзья, в прошлый раз мы с Мариейной затронули очень интересные темы, и эти темы были семейного вопросника. А сейчас я бы хотела с тобой поговорить на тему семейного договора и семейной конституции. Хорошо. Семейный договор, в нашем понимании, это договоренности неимущественные, то есть договоренности об отношениях. Что это такое? Фактически вы обсуждаете вопросник семейного договора, и на основе ваших ответов у вас складывается некоторое впечатление, а вот как в вашей семье правильно существовать, или вам рядом с другим человеком. Важное здесь замечание может быть, то, что не гарантирует вот эта ваша договоренность сейчас, не гарантирует того, что вы в будущем будете всегда поступать так, как сейчас пообещали. Вот это вот грустно. Но с другой стороны, вы понимаете, что вы развиваетесь, вы не будете через пять лет такие же, как сейчас. И поэтому, в общем, есть где-то рациональное зерно, вот это рациональная основа того, что и ваше мнение может меняться. То есть то, что вы не договариваетесь навсегда. Вот. Это грустно. Ну, с другой стороны, это и вам дает некоторые возможности тоже менять свои взгляды и поведение. Мне кажется, важнее не то, о чем вы сейчас жестко договорились, а важнее, обсуждая вопросник, учиться договариваться, учиться обсуждать спорные вопросы. Вот если вы на этом сконцентрируетесь, да, то есть не на результате как таковом, да, надеясь, что так будет всегда. Жизнь текучая и изменяющая, изменяющийся такой, да, предмет. Вот. А если вы будете поддерживать друг друга в стремлении наладить хорошую жизнь вместе, ну, тогда... Ну, вот, собственно, да, а как? А как учиться договариваться? Мы уже немножко в прошлый раз, в прошлом интервью, да, с тобой это затрагивали. Да, да, да. То есть следить за интонацией, разговаривать спокойнее, дышать. Да, в случаях, если вдруг ваш партнер скажет что-то, что, ну, никак не укладывается в вашу концепцию счастливой жизни, тогда для начала... Вот что первое нужно сделать? Как ты думаешь? А, вот... Да, вопрос врасплох. Выдох, выдох и... Да, да, да. Подумать, я люблю моего партнера. Да, и задавать ему вопросы. Потому что, мало ли, он что-то сказал по-своему, и мы и недопоняли. Поэтому надо сначала прояснить вот его намерение. Вот, скорее всего, он хочет чего-то хорошего. Вот, но называет это своими словами. И вот мы его поэтому расспрашиваем, причем опять расспрашиваем с правильной интонацией. Правильная интонация какая? Радостный интерес. Мне у тебя всегда интонация, кажется, правильная. То есть когда я слышу твой бархатный голос... Спасибо. Спасибо. Нам Николай Иванович тоже очень часто говорил по поводу того, что даже по голосу, по интонации человека можно определить, может ли человек любить. что какие-то нотки у некоторых людей отсутствуют. Да, но их, к счастью, можно развивать тоже, если хотите. И у нас в университете мы обязательно занимаемся интонациями. И можно идти... Наверняка существует много каких-то театральных, например, курсов, да, или там техника речи. Там тоже, скорее всего, дают упражнения по работе с интонациями. Поэтому захотите. И даже если у вас металлический голос, вы сможете сделать его любящим и доброжелательным. Спасибо. Почему, возможно, еще тебе кажется, что у меня интонация очень хорошая? Мы с тобой часто общаемся вне эмоционального контекста. Наши чувства не затронуты. Поэтому мы можем разговаривать, когда два взрослых человека. И я уверена, что большинство наших слушателей тоже в тихом месте, да, спокойно могут поговорить бархатным голосом и так далее. А вот когда любимый человек говорит что-нибудь даже ерундовое... Знаете, знаешь, как вот в одной семье серьезные люди, взрослые люди, оба солидные должности занимают. У них дикие были ссоры дома, потому что она не так укладывала ложки после того, как их помоет. Но не так, как ему хотелось. Понимаете? И вот нам-то всем кажется сейчас ерунда. Но вы представьте, если у него есть четкое видение того, как их надо класть. И он жену просит. Ну, казалось бы, да. Ну вот я попросил. Ну что, ей трудно? Ей все равно. Но она раз за разом кладет, как все равно, а не как он просит. И в какой-то момент, в десятый раз может быть, а может быть, в двадцатый, этот вопрос становится для него очень эмоциональным. Он тогда думает уже не о ложках, а о том, что жена его не любит. Потому что ерундовую просьбу не может таки выполнить. Ну и жену можно понять. Она говорит, такой несерьезный вопрос ложки, да. Это же не про жизнь, не про здоровье любимого человека. Я прекрасно могу его любить, а ложки бросать как попало. Для нее не связано. Но она начинает расстраиваться, что он на нее сердится из-за каких-то ерундовых ложек. Вот оно. Эмоции пошли, и тогда трудно разговаривать с доброй интонацией. И трудно выговорить вот эти слова. Солнышко, я тебя так люблю. Я буду стараться, да, допустим. Или я буду меньше тебя доставать с ложками. Вот мне главное, чтобы у нас с тобой было все хорошо. Но если тебе не трудно, сделай, пожалуйста. Вот вспомни меня. Вот захочешь мне сделать подарок? Вот сделай так, так и так. Это, кстати, знаешь, один из способов все-таки договориться с партнером о том, чтобы он изменил свое поведение. Вот вообще-то это сделать трудно. Вообще-то взрослый человек сам принимает решение о том, когда ему что-то начинать делать по-другому. Вот. Но люди хотят, очень хотят менять партнера. Это всегда интереснее, чем менять самого себя. Вот сказать легче вряд ли, потому что партнер обычно поддается с трудом. Но почему-то всем хочется этим заниматься. Мы всегда видим, как он или она делают что-то не самым рациональным образом. Нас тянет. Если уж вы не можете себе отказать в этом удовольствии переделывать партнера, тогда, по крайней мере, делайте это с любовью, с удовольствием. Вот когда работать точно не будет. Когда вы зажимаетесь, напрягаетесь и говорите, пожалуйста, ну, что там, приходи все-таки домой пораньше. Ну, уже сил нет тебя ждать. Вот, понимаешь, вот с такой интонацией партнер уже чувствует, что за... Ну, если он сделает что-то по-своему, то уже пойдет некоторый напряг с вашей стороны. Пойдут обиды, пойдет какое-то давление эмоциональное. А мы в ситуациях эмоционального давления, как правило, навстречу другому человеку не идем. И тогда, значит, тому, кто просит, нужно брать на себя работу, убирать эмоциональное давление. Да? Действовать вот из этой позиции. Я и так тебя люблю, и так все хорошо. Если не выполнишь, все нормально. Я вот жил с тобой и буду жить дальше. Вот. Но если ты еще и начнешь приходить там на полчасика раньше, если, конечно, есть такая возможность, то я буду очень рад. Или ложки класть в таком порядке. Или ложки класть. Да. Да, да, да. Да. То есть вот это вот убирание эмоционального давления и убирание манипуляций в том смысле, что, понимаете как, когда нам не все равно, мы обычно на партнера обижаемся, если он не идет нам навстречу. И вот тут уже некоторая манипуляция в нашу просьбу закладывается, что вот, а если ты не сделаешь, как я прошу, тогда начнется. Я буду вздыхать, я буду отводить взгляд в сторону. Вот наши отношения немножечко попорчу я. Но буду делать вид, что это ты. Потому что ты не положил ложки там, допустим, да, или не пришел пораньше. Вот. Партнер это считывает. Ему не нравится, когда его вот так втягивают, да, в какую-то историю, где он окажется виноватым. И тогда он начинает отстраняться от всего этого и не идет навстречу в большинстве случаев. В общем, убираем из просьб, убираем эмоциональное давление. На дистанции, между прочим, специально с дистантниками прорабатываю тему, а как просить любимых, и эта тема, вот правда, не на 15 минут. Мы три занятия. Я даю разные задания и рассказываю, как просьбу делать так, чтобы она была легкой, вот, чтобы с другой стороны она не была слишком там сахарной и приторной, то есть чтобы вы понимали, что вы имеете право на свои желания и имеете право на просьбу к любимому человеку. Да, это нормально. И чтобы говорить достаточно четко, вот, стройно, содержательно, и чтобы была вот эта вот бархатная перчатка. Приятно для любимого человека. Знаешь, это очень интересная тема. Я думаю, что, кстати, в следующем интервью, может быть, затронем эту тему. Как просить. Марина, что ты хочешь сказать в заключение? В заключение о семейном договоре. Я думаю, что семейный договор мы оставим на следующий. А, вообще на следующий. Да, на следующий раз. Сейчас как-то ты так красиво все рассказала, что семейный договор нужно много времени. Да, ты знаешь, Аня, а я, мне кажется, ну, основное сказала. Это у нас про конституцию может быть долгий разговор. А семейный договор, это вот, собственно, обсудили мы вопросник, да, и что-то решили, о чем-то договорились, то есть представили себе некоторый проект нашей жизни. Но, понятное дело, как с любым проектом, когда мы в него вступаем, когда начинаем реализовывать, там возникает куча разных интересных ситуаций. И тогда мы просто договариваемся, что мы мирно будем, насколько возможно, да, мирно обсуждать и решать вопросы, вот, учитывая интересы всех сторон. Вот если учитываем интересы всех, а не только свои собственные, тогда договариваться получается гораздо быстрее. Марина, спасибо тебе за интервью. Наши следующие темы будут связаны с семейной конституцией и также с тем, как же просить. Как же просить. Хорошо. Дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами была Анна Литовкина из Будапешта, и я брала интервью у... Марины Смирновой. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok